Там шнурочек на столе. Здравствуйте, меня зовут Райан Михаил Михайлович, я учитель физики лицея номер 10, и, собственно, своё выступление я хотел бы начать со слов Александра Сергеевича Кучкина. «Движения нет», — сказал Магрест бродатый, — другой смолчал и стал под ним ходить. Лучше он мне был, сильнее бы не мог он возразить, хвалив и все ответы замысловатый. Однако, господа, в добавный случай сей, другой пример приводит. Другой пример на память мне приводит. «Пред нами Солнце ходит, однако же прав, прямо Галилей». В общем, почему я хотел сказать эти слова? Дело в том, что, как вы видите, я учитель физики, и любой урок физики обязательно строится на основе какого-либо эксперимента. То есть, если я буду просто рассказывать и показывать, то, соответственно, не будет никакого в этом толку. Ну, это естественно и понятно. Учёные, я не сказать, не учёные, а педагоги, ведь учители физики разрабатывали различные демонстрационные, лабораторные эксперименты уже в течение более чем 100 лет. Ну, во всяком случае, то, что могу отметить я, это учёные Советского Союза, соответственно, учёные России, педагоги непосредственно. Конечно, демонстрационный эксперимент, и любой эксперимент достиг достаточно высокой планки, то есть поставлен в школе очень хорошо, но, тем не менее, у нас ведь общество развивается с течением времени, всё стремится вперёд, и этот эксперимент тоже нужно каким-то образом изменять. То есть, изменять в реалиях современности. И в этом плане, собственно, я со своими учениками и работаю. То есть, помимо демонстрационного опыта, также мы пытаемся что-то делать с лабораторными опытами, то есть продумывать так, чтобы можно было использовать современное оборудование. Ну, что значит современное оборудование? То, что есть у меня, допустим, на данный момент, и как я могу это использовать. А у меня есть, на самом деле, интересная вещь, так как я помимо учителя физики ещё являюсь и преподавателем робототехники, то элементы робототехники я могу использовать в качестве неких установок, которые можно показывать на уроках физики. То есть, есть какие-либо стандартные демонстрационные эксперименты, допустим, в 7 классе показывается равномерное движение. Показывается с помощью пузырька воздуха в длинной трубке с водой, эту трубку переворачиваю, этот пузырёк движется равномерно. Он только движется равномерно, но наглядно показать это достаточно сложно. Используем набор робототехники, обычный какой-нибудь конструктор, машинку, который задаём постоянную разность потенциалов на двигателе, движется он равномерно, ставим туда водичку, которая капает через некоторые промежутки времени, уложим в линейку, видим, что движение ровное по одной линии, и расстояние между вот этими вот капельками, он неопределённое, что свидетельствует именно о равномерном движении. Кроме того, мы не только такие простые опыты с ребятами, разрабатываем несколько более сложные. Допустим, у нас был проект, в котором делали на основе микроконтроллера Артуина делали ослог. Можно, конечно, использовать обычный ослог, который есть в школе, но на данный момент, в всяком случае в моей школе ослог достаточно устаревший, то есть это ламповое некое оборудование, которое показывает там что-то. Но хотелось бы, чтобы были выводы, допустим, напряжения, силы тока и так далее, то что мы можем непосредственно измерить и увидеть это. Да и, собственно, сам экранчик в Амкиосоке, его видно достаточно плохо. Используем проектор, вывели на компьютер показания с Артуина, и вот прекрасные показания, которые видят все, то есть используем непонсессионные эксперименты. Конечно, здесь нужно быть очень осторожным, потому что обязательно даже при каких-то изменениях самого геномфекционного эксперимента я должен рукавом высотаться основными принципами. Это принцип нагрязности, сознательности. Ну и вот этот принцип активной познавательной деятельности учащихся, это, естественно, основное. И он в первую очередь даже частично связан с тем, что вот эти вот работы, про которые я говорил ранее, учащиеся помогают мне делать самостоятельно. То есть я им даю на занятиях в робототехнике конкретные задания, и они их выполняют. То есть даже не я их готовлю, лишь только под моим чутким руководством. Понятно, что для создания таких вот различных экспериментов нужно подходить к ним творчески. Более того, здесь я хотел бы отметить, что обязательно нельзя забывать те разработки, которые были сделаны педагогами до меня. То есть, соответственно, их также нужно использовать, нужно показывать. Не забывать. И что интересно, здесь есть некоторые демонстрационные эксперименты, лабораторные опыты, которые в процессе были забыты. Забыты. Ну, частично забыты. То есть о них хорошо рассказывается в учебниках, во всяком случае в тех, которые веду я. Но сами эти лабораторные опыты ни в коем случае не показываются. Ну, допустим, такие, как измерение диаметра молекулы. Про него описано в учебнике 7 класса замечательно, описано в учебнике 10 класса замечательно. Но сам лабораторный опыт куда-то пропал. Хотя лабораторный опыт, в принципе, провести можно. То есть, когда капелька растекается по поверхности воды, и, соответственно, мы измеряем диаметр молекулы. Ну, такие лабораторные эксперименты я стараюсь тоже вернуть и проводить. Ну, проблема заключается в том, что в 7 классе очень сложно посчитать вот этот вот диаметр. Зато замечательно опыт проходит именно в 10 классе, как лабораторная работа. То есть его я обязательно возвращаю. Ну, и еще некоторые эксперименты. Допустим, один из таких экспериментов – это опыт по проверке формулы Томсона для электромагнитных колебаний. Тоже его провожу, где учащиеся хорошо видят, что период колебаний зависит напрямую от корня из С, из емкости. Ну, к сожалению, сложно проверить индуктивность, потому что ее померить гораздо сложнее. Но, тем не менее, тоже, наверное, можно. Я пытался продумать этот момент, но, к сожалению, пока еще не дошел до него. Итак, чем же еще помогают занятия робототехники? То есть, помимо того, что мы производим какие-то демонстрационные эксперименты, мы используем с ребятами различные приборы и различные устройства, которые позволяют просто повседневной жизни. Допустим, не повседневной жизни, а, допустим, при выполнении каких-то необязательных работ, при выполнении научных работ. Допустим, буквально недавно у меня две девочки 10 класса делают работу по гравитационной машинке, и там нужно измерить ускорение, измерить перемещение этой машинки. Измерить перемещение, конечно, не сложно, для нее поставили и все. А ускорение нужен секундомер. Причем секундомер такой, который бы включался и выключался при определенных условиях. Не тот, который включает и выключает человек, потому что там время достаточно большое получается, время, связанное с временем реакции человека. А именно, чтобы он сам выключался и выключался, допустим, когда машинка проезжает в определенное положение. Ну и, собственно, я дал команду ребятам, которые у меня занимаются робототехникой. Они вечер посидели, на следующий день они мне принесли устройство, основанное на Артуине, которое вот так вот может измерять. То есть работаем еще и в этом плане. Ну, конечно, я тут хвалюсь по поводу того, что все очень хорошо с робототехникой, но робототехникой занимается небольшое количество ребят. Это связано и с тем, что это все-таки не уроки, а факультатив. Связано с тем, что не все дети увлекаются техническими средствами и так далее и тому подобное. И еще есть одна проблема, что в 10-11 классе учащиеся уже задумываются о том, куда они будут поступать. И, соответственно, больше тратят времени на то, чтобы готовиться к экзаменам, готовиться к поступлению, нежели заниматься дополнительными какими-то вещами. Ну и, соответственно, чтобы привлечь 10-11 классников именно к физике или к интересу проведения различных опытов, я им даю периодически исследовательские задачи. Исследовательские задачи связаны с несколькими моментами. То есть, во-первых, это такие задачи, которые учащиеся видят каждый день, но не всегда они понимают, что за ними скрыт те физические законы, которые они изучили и которые они знают. Вот. При этом... То есть, те физические законы, которые они знают. Ну и, соответственно, когда я даю им такие задачи, они с большим интересом их разбирают. Причем интерес, что самое главное, возникает больше в процессе. То есть, сначала они смотрят на эту задачу как внешне непонятное, но потом, когда они начинают понимать физическую поднагодную этой задачи, то уже становится для них все более и более интересно, и они начинают разбираться. Ну, допустим, буквально недавно я давал следующую задачу. То есть, длинный-длинный метонический стержень. И нужно было, используя ниточку и секундомер, определить объем этого стержня. То есть, задача интересная. Вот, возьми линейку и достаточно быстро можно посчитать, но линейки нет. Есть только вот ниточка и секундомер. Ну и они, соответственно, думали, как можно было это сделать. Решение нашли, скажу я. То есть, они определили, что можно использовать как математический майник. И там на длинный нити зависит. Вот. Так. Что я планирую еще на ближайшее будущее? Я провожу, конечно, лабораторные работы, провожу демонстрационный эксперимент. Но хочу в 10-м классе еще сделать и лабораторный практику. Конкретно в 10-м классе, ну, это связано с спецификой конкретно моей работы. Потому что я в 10-м и 11-м классе веду профильное обучение в физике. В 11-м, к сожалению, придется отказаться от этой идеи. Потому что все-таки лабораторный практикум надо делать на конец года. А в конце года 11-й класс думает уже об экзаменах, ЕГЭ. И им просто-напросто некогда заниматься. А 10-й класс с большим удовольствием, я так думаю, должны включиться в этот процесс. Всяком случае, в прошлом году я пробовал. Не просто не сделать лабораторный практику, а некоторые идеи лабораторного практику с ними проводить. Ну и, соответственно, я увидел, что отдача есть. То есть, поэтому надо делать, надо заниматься. Что касается результатов, повторяться не будут. То есть, главное это создать лабораторный практикум. А что касается результатов, то здесь я стремлюсь, используя какие-то современные средства, которые мне доступны, модифицировать лабораторный опыт, демонстрационный эксперимент, давать исследовательские интересные задачи, которые будут подстегивать изучение физики школьников. Ну, собственно, хотелось бы закончить словами моего преподавателя по физике в университете, это Греб Олегович Патрушев. Он говорит, любите физику так, как люблю её я. Спасибо. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, вы завтра планируете урок как раз демонстрации того, о чем вы сегодня делаете? Хороший вопрос. К сожалению, я планирую урок не завтра, а в пятницу, с демонстрацией, но, к сожалению, не робототехники. Я бы попробовал построить на основе робототехники, но дело в том, что конкретно для данного урока у меня нет нужных приборов, чтобы я мог это показать. То есть у меня тема будет давление жидкости и газов и закон Паскаля, и там, к сожалению, нужен специфичный набор. Я знаю, что есть такое у Лего, это пневматика. Вот у меня её, к сожалению, нет, поэтому показать я не смогу. А так бы хотелось. Скажите, а вот, ну, понятно, вы коллекционируете такие опыты из предыдущих, в смысле, из предыдущих опыта работы других педагогов. Свои собственные придумываете? А, и все по-разному. Придумываю свои собственные. Нахожу интересные, любятные задачи, которые я потом даю ребятам как исследовательские. То есть есть, собственно, то, что я вам назвал, это олимпиадная задача, я ее где-то встретил, где-то встречаю из опыта других педагогов, потому что, именно занимаясь робототехникой, мы часто ездим по различным семинарам, там что показывать, я обязательно стараюсь это впитать, если это мне нужно, я вижу, что это нужно использовать. Я вот к чему хотела подвести, что результативность вашей деятельности образовательной, как вы вовлекаетесь, и это понятно, рассказывают, но вот разрабатывают они сами какие-то опыта, это не бывает. Ну, то есть вы даете задачу, они ее решают и разрабатывают, в практике решения этот опыта придумывают, или вот так их поступит? Ну, к сожалению, пока я таким опытом похвастаться не могу, чтобы именно дети придумали, но на будущее, во всяком случае, как у любого учителя, у меня есть надежда, что обязательно... Ставите задачу, проблему, как вы это продемонстрируете? Да, да. Хорошо, понятно, что вы используете там вот такую атуину для своих своих опытов, и, естественно, стандартные какие-то вещи, которые у вас есть, да? Обязательно. А, например, практики и виртуальные лаборатории вы используете? Виртуальные лаборатории я использую, но к ним я отношусь несколько скептически. Я объясню сейчас почему. Потому что есть различные образы виртуальные лаборатории, именно которые дети могут что-то вам задать, что-то сделать, и они видят, как все это происходит. Можно даже обычные видеофильмы показывать, где тоже проходят лабораторные работы. Это все, конечно, замечательно и хорошо, но, к сожалению, информатизация наша настолько на высоком уровне, и настолько высокий уровень у синематографа, что дети смотрят на эту картинку, как на картинку. Они не смотрят как на картинку. И это я уже из собственного опыта говорю точно. Им надо руками попробовать, да. Как оборудование ваше оборудование? Что? Какое оборудование ваше оборудование? Оборудование достаточно много, но оно, к сожалению, практически все советского производства. То есть я даже не могу похвастаться, потому что у меня есть много оборудования и микро, и что-то еще. К сожалению, совсем все в этом плане тяжело. А тогда колдитесь, как уголь? Что? Уголька? Где это? А, уголь? Ну, во всяком случае, ведь на том же самом советском оборудовании те же самые опыты. Когда делаешься, и они вполне нормально воспринимают. То есть приходят, ну да, они делают. Не пугаются, они в микроэффективе. Нынче 15 человек. Давай, ребятам, просим. А, 96. А, 96. Знаете, Михаил Михайлович, мне кажется, что необязательно в школьную лабораторию, ну, как это все, у вас нужно оборудование помещать. Потому что я, например, точно понимаю, что стоимость наномикроскопа – это то, что не сможет позволить ни одно образовательное впечатление. Но при этом я знаю, где в городе Красноярске он есть и доступен для того, чтобы приезжая туда с ребятишками работать с этим. В этом смысле, конечно. Про расширение пространства. Ставите ли вы для себя такую задачу? Выходите ли вы за пределы класса, за пределы школы? Пробуете ли вы использовать тот ресурс, который точно где-то есть, и он такой, которого у нас никогда не будет? К сожалению, на данный момент только пока на основе идей. Никуда еще не везет. Тогда примитие как предложение. Да. С СУ сотрудничать у компании. И, может быть, даже с нашей обсерватории, то есть туда детей вывести. У меня эта идея с начала того времени, как я в этой школе начал работать, она есть, но пока еще ни разу не реализовала. А с какой стаж работ в школе? В лице 2010-м я работаю с 2012-го года. А стаж педагогической работы 5-го года. Ещё просто предложение. Почему вы практику не делаете после прохождения детей? Зачем это заключается? Да. То есть, давайте сейчас делаем только... Ну да. Всё не было параллельно? Да нет, там практику немножко... Практика именно на закрепление, она и делается после прохождения детей, то есть лабораторного опыта. После, вы говорите, в 11-м уже не опыта, а... А, лабораторный практикум в 11-м классе. Я думаю, что вам не надо. Нет, нет. То есть... Объясняю. Имеется в виду именно лабораторные практики в широком смысле. То есть лабораторные работы, соответственно, при прохождении темы мы, естественно, делаем. То есть те, которые нужно, мы делаем. А лабораторный практикум, он заключается вот в чем. То есть идея... Дети приходят на занятия, каждый садится, то есть на столах расставлено оборудование, на каждом столе другу какое-то свое оборудование по темам всего года. Они садятся за стол, вспоминают эту тему, проводят эту лабораторную работу. На следующий раз они приходят, они садятся за другой стол, за этот садятся другие дети. Ну, и так они потихоньку меняясь, в течение недели, ну, двух, около десяти работ должны выполнить. Потом закрывается ли я изучу? Обязательно даже. Участные пределы? Они при выполнении лабораторной работы делают письменные заметки. И на основе этих заметок, на основе МВД, ну, соответственно, защищают лабораторную работу на оценку. Ну, может, скажите, какой результат? Назвали ли результаты вашей деятельности? Ну, то есть у нас, мы смотрим... Ну, так сказать, в прошлом году у меня дети набрали при сдаче ЕГЭ, УГЭ у меня не давали, потому что у меня не было 9-го класса, 60 баллов среднего. Михаил Владимирович, можно еще один вопрос про методическую сторону как раз? Скажите, пожалуйста, а с какими, ну, похожими по тому, о чем Вы сегодня говорили, с современными методиками Вы знакомы относительно преподавания физики? Авторскими, может быть, методиками или методиками какого-то способа обучения? Нет, пожалуйста, вопрос. Насколько, вот, просто Вы говорите про эксперимент, да, с одной стороны, это, как бы, достаточно приручно для преподавания физики, а с другой стороны, точно чувствуется, что у Вас там есть что-то, о чем Вы как-то не договариваете. Вот скажите, пожалуйста, например, сталкивались ли Вы с работами львовского по физике, но, которые основаны, например, на том, что введение эксперимента это обязательно погружение, которое и кишки проживают, там, я не знаю, через пробы и так далее, либо вот у Вас Вы еще только щупаете это какое-то... К сожалению, работами львовского я не знакомы. Вот Вы сейчас пробуете? На заметку я обязательно посмотрю. Нет, дело в том, что я смотрел именно на основе классического представления преподавания физики и работы именно в этом плане. Спасибо. 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 Спасибо.